Но сегодня я хочу особо заострить внимание на таком насекомом, как Божья коровка. Давайте рассмотрим ее повнимательней. Из каких частей состоит Божья коровка? Что у нее есть? У нее есть голова, у нее есть брюшко, ой, туловище и есть брюшко. Брюшко, ребята, какое по форме? Посмотрите внимательно. На что похоже? На круг. А голова на что похоже? Тоже на круг, только круг меньшего размера. А что еще есть у Божьих коровок? Посмотрите, и не только у них, но и у других насекомых. Что есть? Есть, вы бы сказали, ножки или ручки. Но я вас поправлю. У насекомых это называется лапки. И у насекомых их не две, не четыре, а целых шесть. Три лапки с одной стороны и три лапки с другой стороны. А что еще на брюшке есть у Божьей коровки? Пятнышки черные. Их бывает разное количество. У молодой Божьей коровки их мало. А у Божьей коровки, которая уже много лет живет, их больше. И вот сегодня я предлагаю вам сделать поделку, сделать Божью коровку. А чтобы сделать поделку Божью коровку, нам понадобится листочек зеленого цвета, на котором будет сидеть наша Божья коровка. И два круга. Один красный, другой черный. Посмотрите на них, какой круг больше. Конечно, красный круг больше. Это будет у нас брюшко Божьей коровки. А черный круг большой или маленький? Маленький. Это будет голова нашей Божьей коровки. Напоминаю, что аппликацию мы делаем не на столе, а на специальной доске или на специальной клееночке, чтобы не испачкать стол. Нам понадобится кисточка для клея, клей и наша помощница салфетка. Для чего она нам нужна? Чтобы промакивать те детали, которые мы с вами приклеили, и чтобы излишки клея впитались в салфеточку, а наша поделка оставалась красивой и аккуратной. Начнем с головы. Возьмем круг черного цвета и на доске будем намазывать его клеем. Итак, левая рука никогда у нас не находится опущенной или без дела. Она всегда нам помогает. Мы придерживаем нашу детальку, чтобы она от нас не ускакала. Помним, как мы держим кисточку в трех пальчиках. Начинаем размазывать клей по всей поверхности круга. Размазали. Кисточку не кидаем на стол. Можно положить опять-таки на нашу доску. Итак, приклеиваем голову. Приложили и салфеточкой обязательно промокнули, чтобы излишки клея впитались в салфетку. Теперь берем круг красного цвета и его намажем клеем. Намазываем белую сторону, не цветную, а белую. Размазываем клей по всей поверхности круга, чтобы он приклеился у нас как следует. Немножечко, обратите внимание, на голову заходим. И наша помощница-салфеточка снова промакивает нашу поделку, чтобы излишки клея впитались в салфеточку. Но наша божья коровка еще не готова. Чего ей не хватает? Ей не хватает усиков. Подрисуем усики или черным карандашом, но лучше черным фломастером, чтобы лучше было видно. У меня, к сожалению, не нашлось фломастера, поэтому я беру черный карандаш. Один усик нарисую. И второй усик. Чего еще не хватает нашей божьей коровке? Посмотрите еще раз внимательно на картинку. Брюшко божьей коровки как будто бы разделено пополам. Это, ребята, сделано для того, что вот это вот брюшко раздвигается у нее, когда она хочет полететь. Оттуда выходят крылышки, и тем самым божья коровка может летать. А это как панцирь у нее служит. Поэтому на нашей божьей коровке мы проведем линию посерединке, разделим брюшко пополам. И нашей божьей коровке не хватает точечек, пятнышек. У моей божьей коровки будет по три пятнышка на каждой половинке. Сильно нажала на карандаш. Вот поэтому лучше пользуйтесь фломастером. Обратите внимание, что карандашик я держу тоже в трех пальчиках. Чего же еще не хватает? Что же забыла Галина Викторовна подрисовать? Кто самый внимательный? Кто ответит на вопрос? Конечно, не хватает лапок. Сколько лапок, я говорила, есть у каждого насекомого? Кто запомнил? Шесть лапок. По три с каждой стороны. Посмотрите, с одной стороны рисую лапки своей божьей коровки. И с другой стороны также нарисуем три лапки. И вот теперь наша божья коровка готова. А я жду от вас ответных фотографий. У кого получилась самая красивая божья коровка, присылайте мне. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова